Первый царь Израиля, Саул, Шауль, он изгнал волшебников туда-сюда, почистил реформацию, вроде все хорошо, но Асам туда же с головой, в Алендор, помните, к волшебнице обращается, все это тайное явно установится, рано или просто, и мы-то было на погибель, но самое интересное, что толкало его к этому нечестию, непослушание Божьему Слову и противление Божьему Слову, там написано, Божьему поручению, Божьему Слову, Божьему откровению, и непослушание Божьему этому откровению, Божьему Слову и противление этому Слову Бога было в глазах всемогущего, то же самое, что идолопотонство, и то же самое, что, там, буквально в переводе, как принесение кровавых жертв без, вот, это, ну, колдосло написано, колдосло в русском переводе, синодаля, вот, и в Новом Завете тоже открывается, что любостяжание, вот, тоже, любостяжание, это и есть идолопотонство, то же самое, что идолопотонство, что такое любостяжание, скажите мне, как? Сербанк, конечно, сербанк, да, любовь к стяжанию, это славянское слово, оно не употребляется ни в русском, ни в украинском, уже давно уже, любостяжание, это означает, жажда, всегда из всего извлекать материальную выгоду, он любит стяжать все, он из всего, из любого знакомства, общения, из служения, из всего, извлекает лишь материальную выгоду, он живет этим, корыстолюбие, о, корыстолюбие, да, но там еще, вот это слово, оно гораздо более серьезное в этом отношении, то есть это одержимость, вот, и вот в глазах Бога, всемогущего, это тоже сахар, что идолопотонство, тоже сахар. Можно переработать, если мы с вами, давайте, я не против, Владимир, у нас мало времени, но практически... Нет, ну, если, нет, давайте, можно сделать так, кто может, просто пейте, допустим, вот, наши пальчики писали, мы устали, мы устали, там, раз, два, три, четыре, пять, будем писать опять, как раньше делали, можно поджиматься по росту, чтобы прийти в себя. Да, сейчас уже вопросы, или еще полчаса? Нет, еще полчаса есть. А потом вопросы? Да. А, ну да, у нас два часа, ладно. Ладно, вот, давайте, значит, вот эту тему, идолопотонство, почему важно, тему понимать, потому что никто не застрахован от этого, можно быть, как там в одной церкви был, пастор был, я как баптист, баптист, ведь баптистский, уже в третьем поколении уже баптист, но вот попался, вот, ну, признавался, мы общались, интересно, вот, идолопотонство, и я, как смеялся раньше, что там, с иконами носятся, вот, вот, а потом осознал он, слава Богу, что он сам в глазах всемогущего Бога не в лучшем положении находится, а порой в худшем. Открытые формы болезни, они порой легче диагностируются и, как бы, определяются и лечатся, чем скрытые. Скрытые формы болезни не могут быть убийственными, и человек до последнего, он, как бы, даже не подозревает вообще, что он сам носит эти заразы и сам погибает уже, понимаете? Поэтому, поэтому всем нам нужно держать их во востро, неважно, какая наша конфессия. Вот, всем нужно убегать, идолопотонство, написано, идолослужение, хранить себя, для всех, написано, не только для православных, а для католиков, для всех. Вот, и что еще? Многобожие идолопотонства, религиозно-культизм тоже отметим. Это общение с бесами, это интересная тема, но она слишком большая. Ну, да. Конечно, да. Спасибо, что я. Извините, пожалуйста, в эту тему, я сам миссионер, вот, я тоже принадлежу, как бы, наш миссионер, наш мэр, и бископ Хихара. Да, я без рясы, извините, вот, да, то есть, я там трудился в Африке, Кении, Аммандар, Танзании, в Индонезии, среди мусульман, то есть, в АТО, среди солдат, но суть, действительно, знаете, там очень все просто, там все открыто. Где там? Да, вот там, да, Африка, Индонезия даже, АТО, все открыто, все очень просто. А вот, вот эти моменты идолопоклонства очень сильно проявляются, когда все спокойно. А, да. Когда все хорошо. Да. И очень часто, вот, когда все, привет, брат, привет, сестра, а только закончилось, знаете, и начинается настоящее наше утро. И очень часто именно христиане попадаются на идолопоклонство, не понимая этих вещей. Понимаете, если мы говорим, что раньше Старые Заветы, это были внешние атрибуты, правильно? Что Христос, это все, это внутренняя наша жизнь, да, это наше сердце. То есть, раньше это было, да, ну, храм, сейчас, внутренняя, и действительно фраза, да, Христос в нас, надежда, слава. И все, вот, на самом-то деле, для себя, я для ваших сердец сейчас говорю, не для миссионерства, на самом-то деле. Чтоб вы пронесли это свое сердце. Миссионерство в собственном сердце. Да, чтоб вы стали миссионером своего сердца, и это пронесли по жизни. Тогда сможешь стать миссионером для всех. Если миссионер для себя, то миссионер для всех, потому что, сто процентов. Все, любая надежда, ваша надежда, на что будет, кроме Христа, это идолопоклонство. Надежда на стабильную работу, надежда на еду. На связи, на знакомство. Надежда, любая надежда. Берегите ваше сердце. Бог ревнитель этого. Это хорошо, конечно, как и Хрис, да, но Он не спасает. Понимаете, да? Я понимаю, что там мне могут помочь, но спасение это от Бога. Понимаете, да? Но если я, вот, спасибо, вот, вот моя помощь, это наше идолопоклонство. Очень часто идолопоклонство мы поклоняемся, да? Даже помогая людям, миссионерству, да? Наша надежда на динаминацию, на знание, на концепции, которые тоже являются идолами. Наши, да, мы не решение для человека, да? Мы не пытаемся дать Ему по-настоящему решение, помочь Ему по-настоящему, да? Мы пытаемся себе плюсик поставить. Понимаете? Я еще одну душу привел. Я красавчик. Вы понимаете? Это тонкая грань, очень тонкая грань. Но на самом-то деле, если вы хотите, чтобы Бог через вас спасал, по-настоящему действовал и спасал, потому что не вы спасите, понимаете, да? И даже не вы приводите, да? Это Он избирает. Вы инструмент. Если вы хотите этим именно быть, не позволяйте себе больше всего. Будьте, позвольте Богу в первую очередь служить вашему сердцу. Изгоните идолов с вашего сердца. Будьте искренними и по-настоящему, да, любите человека, которому, да, вы, ну, служите. И эта любовь будет спасать. Вот это залог вашего успеха родной. Я могу говорить про тысячи чудес, которые случались и случаются, и будут. Но на самом-то деле, самые большие чудеса, которые со мной происходят, когда Бог скрывает какие-то иглы в моем сердце. Дальше скрывает, дальше открывает. Это самое большое, и вот поэтому я знаю, что Бог со мной, да, не по внешним чудесам, а по внутреннему состоянию, когда оно открывается. И в результате люди, как бы, ну, приходят, понимают и видят... Извините. Нет, 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 правильный. Еще, знаете, на самом деле, потому что многие, даже из тех, кто в Библии читает хорошо, скажут в тот день, не твоим ли именем мы чудеса творили. Не думайте, что тут говорить люди, которые о Библии не знали, не читали вообще и не были христианами. Даже я подозреваю, есть сидящих, будут такие, кто опозорится очень серьезно. Вот, но есть шанс сейчас исправиться. Я знаю, что Кифа, он говорит по делу. И миссионерствовал он и в Африке, и больных исцелял там, и приводил к Иисусу, но понимая, что Бог исцеляет, и Бог приводит к Иисусу, не... Мы лишь инструментами в этом становимся. Вот, поэтому, на самом деле, если миссионер, он не миссионер в свое сердце, как британец, миссионер известный, который в 19 веке, Тейлор, Харсон Тейлор, Харсон Тейлор, да, вот как раз он и говорил о миссионерстве в собственном сердце, тогда он становится миссионером для всех остальных. Вот, дамы и господа, и проблема религиозного культизма, общение с бессами, это очень серьезная тема. Господь, через апостол Павла, он вразумлял тех древних христиан, чтобы не были мы в общении с бессами. Сегодня общение с бессами очень... даже христианство популярнее, чем общение с Духом Святым, до сегодняшнего дня. И не важно, протестанты, или католики, или православные. К сожалению, это факт, на лицо. И я не пугаю, я просто говорю фактом, на самом деле. Если не важно, ты молишься на языках, или не молишься на языках. Здесь совершенно это... ну, как имеешь теологию, там, в троицу, или двоицу, или единицу. Это универсальная проблема для всех, абсолютно, людей, для всех конфессий. Проблема в чем? Общение с Духом, возможно. Кстати, я много общался с парой с людьми, встречался, которые даже не молились на иных языках, и конкретные общения с бессами. Конкретно, при том, настолько тесно, что там уже, понимаешь, не бедные человекушки. Граните размылось уже, абсолютно. Вот, много подделок есть, даже в говорениях на языках, и в исполковании языков встречал. Подделки их конкретно, подделки диабол. Вот, значит, и примеров болицу достаточно. Но сейчас, говоря о таких, как и идолопоклонстве, в религиозном оккультизме, в христианстве, проблема тоже есть видимая, а есть невидимая, как в идолопоклонстве. Есть открытая, вульгарная форма болезни, есть скрытая. Есть то, что вот прям выпячивается, и ты видишь сразу, о, это точно больной человек. И, допустим, человек, он поклоняется перед мощами, останками умершего человека, да? Это самая вульгарная форма идолопоклонства. Это конкретное общение с бессами, это религиозный оккультизм. То есть человек, даже если он сидит не в кармане, как длин батюшка говорил. Да, серьезно, я в Москве общался с одним батюшкой, православный священник. И я говорю, ну он уже умер, можно больше говорить, в принципе, я уже не связан с словами. Отец Георгий был очень хороший священник, очень хороший и мудрый священник. И я очень уважал его. И когда в 96-м я вышел из традиционного православия, один из немногих, кто меня стал поддерживать, даже финансово, и он так и умер традиционным священником православным. Но очень многие вещи понимал, евангельские, осмысливал их, общался с протестантами, очень хороший священник был. Но, я говорю, отец Георгий, ну как же так, там мощи привозили какого-то святого в Москву, и там все, было собрание московского духовенства, и он там был весь. И им дали первую честь, как будто бы честь, поклониться там мощам, умершим, останкам человеческим этим. Да и еще всей публике за стеклом это позволялось, а им прямо так вот, прям без стекла, прям целовать, прям эти вот там ножку, ручку, покойничка, которому уже сотов столетий. Ой-ой-ой. Я говорю, отец Георгий, ну что же там были? Он говорит, ну а что поделаешь, с волками жили, мы получше быть, значит, ну а что поделаешь, вот как бы. Ой, ну я ведь фигу в кармане сложил. То есть он целовал мужчину с фигой. Но, знаете ли, назвать нифига себе. Вот, ну опять-таки, на самом деле фигой от дьявола не отделаешься, вот. И это, ну, тоже самое общение с бесами, только под фигом, соусом. Вот, такой фиговый, но под мост будет такой, можно выразиться. Вот, фиговая фига, ребята. Вот, не, я общался с такими, и не один батюшка. Я просто еще хочу, говорю, вам может, не так это даже актуально, но вот, я надеюсь, что те, кто смотрит, особенно православные традиционные священники, просто, чтобы осознали, что общение с бесами, это, это большое зло. И в первую очередь, такой человек, он сам себя губит. Не только окружающих, но в первую очередь, сам себя губит. Бессмертную душу свою. Поэтому я, обращаясь, в первую очередь, к священнику, говорю, так, друзья, покайтесь. Реально покайтесь. Вот, потому что не только мы сами в этом общении, но и, получается, вовлекаем в это массы людей. Огромное количество. Даже тот самый отец Георгий, частяков покойный, уже хороший был священник, но он, получается, фигу-то его никто не видел. Знаете ли, а прилюдно видели все, что он целовал мощи. То есть, получается, кровь многих людей на нем была тоже, в том числе, как и на других священников. Вот, проблема, значит, религиозного культизма, открытая, самая вульгарная, это, говорю, почитание мощей, останков человеческих. Это очень сильно такая небольшая тема. Вот, исторически это произошло тоже в конце 4-го века. Де-факто это обучение появилось уже, но А.Д.Юре, то есть юридически стало законом для христианства исторического, было принято соборно, это в 451-м году. Помните, я записал, надо вам записать, 431-й, помните, вот, да? Ефесский собор. А до Халкидоне, ровно через 20 лет, вот, это идолопоконство, именно в такой извращеннейшей форме, именно в форме религиозного культизма, почитания мощей, было одобрено и было юридически, это, ну, закреплено решением соборным. То есть 451-й год, Халкидон, начало юридического вот этого беззакония. К сожалению, до сих пор эта проблема, она тянется, до сих пор она очень острая. В католическом мире в чем-то проще. Они после Второго Ватиканского собора, после Второй Войны, получается, да, уже с 60-х годов, начиная, они идут в процесс, идет у них процесс, как бы, освобождение этих вещей. У нас, в православии в целом, к сожалению, даже лед еще не тронулся. У них хотя бы уже, летоход начался чуть-чуть, что-то тронулось. У нас по-прежнему броня крепка, как говорится. Вот лед крепок еще, и он даже не тронулся, даже не раскололся еще. Большая проблема. Поэтому я прошу ваших молитв тоже, братья и сестры, и ваших церков, где будете, на полях безмерзных, молитесь тоже за православие, реформацию. Потому что тело Христа нуждается в действительно больших изменениях. Есть фрагменты тела Христа, которые в омертвении еще, просто мертвецкие мертвые, есть, которые оживающие, есть покрытые проказы всякой, есть чистые уже, но я верю в воскресение тела, я верю, что церковь, как тело Христа, воскреснет. И, как написано, «Встань спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Спящих будет пробуждать Господь, а мертвых воскрешать. Как и Израиль в древности. Помните, да? Моисею были даны знаки. Перед тем, как Бог послал его на миссию великую, мертвая материя, посох, стал живой змеей. Вот. А получается, бракоженная рука, неисцелимо больная рука, стала моментально здоровой рукой. Это очень добрые знаки от Бога, что Бог может все. Вот. Их проблемы еще какие можно назвать? Тут же. Антисемитизма, проблема. Ну, это даже можно было описать в начале. Вообще-то. Потому что с этого начиналось все. А кто просеял, кстати, православный антисемитизм? Я злотомство читал, это такие были и насыщики. Ну, да. Обычно злотомство называют, как именно классика, вот именно антисемитизма. Но ему многие вещи приписывают. То, что неизвестно сейчас. Он ли был автором вот этих произведений, там некоторых там и проще. Но, по крайней мере, ему приписывают те работы, которые дали начало уже до Евре, антисемитизма в христианстве. Понимаете, что такое антисемитизм вообще? Да? Вражда, ненависть к евреям, к Израилю. Ну, в христианстве это вообще большая проблема. Потому что, понимаете, когда плюешь колодец, который сам же и пьешь, и рубишь сух, на котором сам же сидишь. Вот. Иисус, когда он был еще совершенно маленьким ребеночком, то было сказано Шимоном Цатиком, да, вот Симоном праведливым, что было сказано? Что он есть свет просвещения всех народов. И он слабый народ, слабый Израиль. Вот эти неотъемлемые, непостаси такие вот, в Иисусе, они есть и были, и есть. Поэтому интернационализм это не коммунистическая идеология. Коммунисты лишь использовали идею интернационализма. На самом деле, во Христе именно, есть Божий интернационализм. Изначально. Потому что во Христе нет ни Иудеи, ни Эллина, даже намного более широко, нежели, там, говорят интернационалисты, коммунистические. В Божьем интернационализме нет раба, свободного мужчины, женщины. Во Христе Иисусе новое творение. Во Христе Иисусе новый человек. Слава Богу. Поэтому все вот эти вещи. А, еще, из-за антисемитизма какая проблема в христианстве? Потому что Библию, когда в древности отрывали от еврейских корней, то стали толковать изначально уже, ну, заведомо уже неправильно уже. Просто-просто. Ну, пример очень много. Ну, вот я пример приводил там, допустим, вот закваски просто, да? Не зная еврейской традиции, хотя, если библия сейчас внимательно, даже не зная еврейской традиции, можно понять, что закваска – это что-то плохое. Тимур Иисус предупреждал вообще, берегитесь не обрестоков, не чистотыми, берегитесь, а берегитесь закваски фарисейской, саддукейской, иродовой, то есть вот этих трех видов основных, что тело Христа убивают политическое, религиозно-политическое и чисто религиозно-закваски. Три виды, которые убивают уже два тысячелетия. Ну, ладно. Проблема антисемитизма. Какие еще проблемы? Вообще, проблем там масса. Там порядка двадцати разных там таких вот очень. Но, в принципе, основные я сказал сейчас. Основные много были высказаны. Исторически, что так получилось, что в 843-й год, мы обозначили, да, вот эпоха смешания христианства с физическим, да, с 325-го по 843-й, я не говорил, помните, да? Так вот, в 843-м году, 11 марта, кстати, сообразно такое, тоже, вообще не будет сообразно. 11 марта 843-го года было официально, уже и фактически, и юргически завершена эта работа, как считается. Массовыми репрессиями она завершалась, начиная с 842-го года по 11 марта 843-го года, меньше, чем за год, свыше 100 тысяч казней произвели в Византии, в Римской империи, в Восточной Римской империи, в Византии, казнив христиан, которые отказывались прочитать иконы, целовать крест, и, в общем-то, подвергались казням, свыше 100 тысяч казней. Это, я вам, для сравнения, испанская инквизиция за 5 столетий своей истории, это самая известная такая, да, из всех инквизиций, Восточная, Западная. В православии тоже, кстати, инквизиция и была, и, в общем-то, как бы, и есть, собственно, дух инквизиции сам. Очень серьезная проблема, но обычно про католическую мы говорим всегда инквизицию, потому что там больше информации об этом. Так вот, за 5 столетий инквизиции было казнено, открыто, публично, да, значит, порядка 35 тысяч человек на этих процессах. Ну, примерно столько же было заочно казнено, то есть их портреты были уничтожены или там, или просто зачитался указ об их казни, но они находились сами, допустим, где-то в других странах и их физически не могли казнить, допустим. Но при случае их должны были на месте там убить в исполнении указа, допустим. Но о таких открытых казней, именно зачитыванием указа и казнью, фактической казнью, в варианте 35 тысяч было совершено казней за пять столетий испанской инквизиции. Вот, а здесь показательно открыто зачитыванием указа хрестоматийной казни инквизиторской. Вот, с исполнением приговора в исполнение тут же свыше 100 тысячи казней в течение года одного. То есть восточная наша православная инквизиция была гораздо более, ну, широкая. Благодаря этим, Юстиану и Феодору. Да, благодаря им... Нет, вот это... Нет, нет, это немного другое. Это была Феодора, да нет, да, Феодора, другая Феодора была. Юстиниан-Феодора это шестой век, а это уже девятый век была Феодора императрица, она сама была правительницей, без мужа, сама руководила всем. Вот, и она, собственно, вот и эти кастни производила. А Юстиниан и Феодора, которые сыграли очень страшную роль, тоже в этом смешании христианства с физическим жили в шестом веке. Вот, и памятник архитектуры самой известной вот их эпохи, это вот Софийский собор в Константинополе бывший, в Стамбуле нынешний. Кто был в Стамбуле? Вот, или будете, посмотрите, огромное здание, потом превращенное в кечеть, вот, и это здание огромнейшее, в те времена это было самое крупное ремидгиозное здание на планете вообще, вот, оно было построено как раз вот этими императорами Еснявы, ну, феодором. Это не был ваймич? А я не знаю, как называют ее мусульмане, может быть, может быть, я сам в дыне был в мечети еще там, не было еще там и в Стамбуле, поэтому только хочу побываться. Город контрастов. Да, но кофе-катурец тоже люблю здесь, в Альбомии, даже надо в Турцию ездить, вот, такие коверные есть, такие шикарные здесь вообще, люблю, за эти вещи. Да, хорошо, друзья, пусть Господь благословит вас, вот, ваши вопросы, давайте, или я вам буду задавать, или вы не задавайте вопросы. У меня есть вопрос, по поводу, сейчас идет в Украине объединение церквей через Томас, что вы думаете по этому кругу, объединение православных церквей. Ага, такой провокационный фронтбайш, задаете. Ну, интересно. Интересный. Так, не в обиду Петру Алексеевичу, знаете, скажу такие слова, что Томас дело хорошее, в целом, но это, на самом деле, это вопрос политический. Это даже не религиозный. Поэтому, при всем уважении, это, значит, да, ко всему этому вот торжеству, это вопрос политики даже. Или же, допустим, государственный, национальный вопрос. Но это не религиозный вопрос. Как для меня. Но для тех, кто зациклен на каноническом праве, да, это вопрос очень важный. Но таких православий даже не так не вопрос. Даже большинство священников, это, ну, как бы, честно говоря, православного священника большинству, это не сильно политический вопрос. Сейчас, в наши дни, 21-го столетия, когда космические корабли, бородя просто на Вселенную, на себя, вести переговоры об этих Томасах. Хотя, для политиков это очень важно, конечно. Но я думаю, что это, это таки сыграет положительную роль в дальнейшем, в деле реформации в Украине. Но не сейчас, но в дальнейшем это сыграет большую роль. Даже, даже уже сейчас, Епифагий, допустим, да, Метоболит, он, как патриарх, да, исполняющий обязанности, так вот, он уже высказался за необходимость, о необходимости реформ. Ну, пусть таких, конечно, косметических больше. Его реформа, его пакет реформ, ну, для меня это смешной пакет, честно говоря. Это, это подбеливание стен, которые, вот, он уже завалится. Знаете, это под штукатурями, или как машина продает, допустим, некоторые, гнилые, ржавые уже. Подшаманит, шпаклёх, там, краски пройдутся, ох, о, ласточка стоит. Ха, это ласточка. Там, не так нажмешь на педаль, вы и провалишься вообще. ну, вот, понимаете, здесь нужен капитальный ремонт, вообще, все нужно перевалить, вообще, все нужно переделаться, а не просто шпаклёвочки брать, если выкрасочные. Вот, то, что Епифаня предлагает, при всем уважении к нему, это, ну, я ничего против него не имею, хороший человек не имею. Но, опять-таки, это все, религиозный бред. Значит, там, как будто бы, если, сейчас, допустим, с хустки, называются, бреди, да, хусточки, хлоточки. Сейчас с хустками, завтра без хусточек. Или, наоборот, платья, с джинсами. Ой, ну, для кого-то, может, это не важно, важный вопрос, для кого-то. Знаете ли, не важно, в ад пойдет душа с хусточкой, или без хусточки, понимаете, вот, то есть, или в джинсах, или в юбке. Вот, у циканы какие юбки красивые, слушайте, вообще-то, там, шикарно, там, десятка кур можно прятать сразу, а та циканка мне рассказывала, но уже пока, если правда, что, в прежней своей жизни, до 20-ти кур, проняясь по селу, селяне не замечали, раз курочку, раз пал, хватит, ручки такие были уже, тогда ее просто такая большая, цыганочка, а потом приходят, раз, там, и достает курочек, до 20-ти кур дощила, за один проход только, поэтому с цыганами поосторожнее, не, хорошие люди, но мы со своими, да, не важно. Вот, и, так-таки, значит, вот, ну, ладно, поэтому, не важно, по-моему, как лучше, пускай бы цыганушка прошла, но просто в джинсах, но без курочек, вот, понимаете, значит, ничего не изменится, если человек не родится свыше, не важно, будешь ли у него даже самые, там, удивительнейшие юбки, там, или кусочки такие, что там, Матерь Божья, наркоморок, и все, что-то, кусочки, это супер-кушечки, вот, у меня такого не было никогда в жизни, вот, понимаете ли, это не спасет, если не родишься свыше, поэтому, то, что Епифания предлагает, это, по сути, косметические ремонты, хотя он предлагает, поставить скамеечки, ну, да, это еще, и вот, Александр, как его, батюшка, Георгиевич, да, Григорьевич, Григорьевич, белорусский, батюшка, 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 вот, он предлагал тоже поставить скамеечки, а то, вот, я, не старый человек, а то, вот, на службе стоять, вот, вот, а, окушки, вообще, я вижу, станина, не перегонаются, надо, какие-то скамеечки поставить, ну, опять-таки, даже скамеечки, даже поставили, там, какие-то еврокресла, там, в цирплях, значит, ну, с массажером, там, все там, с подогревом, значит, ну, а то, какой, если не будет Слова Божьего, если не будет самого Христа, Иисуса, все эти даже, и огромные, хорошие кресла с подогревом, все на снах. Поэтому, не с этой стороны, надо начинать, конечно, все эти подбеливания стен, которые вот-вот уже завалятся, значит, понимаете ли, однажды они таки завалятся, Господь придет, и, знаете ли, мало не покажется, все эти системы полетят, просто-просто, так подоры, потому что, как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, Церковь, да, народ Божий, Израиль, там, в древности, сравнивается то с блудницей, то с невестой, то, значит, с женой Бога, да, то прелюбоделецей, то есть, и в Ветхом Завете то же самое, и в Новом Завете то же самое, в Новом Завете невеста и великая блудница, сидящая на водах многих, на народах паразитирующая, вот, и Господь, придя, Он разорит эту блудницу, ну, в общем, даже не своими руками, руками тех, кто ее, как бы, сейчас, как бы, поддерживает, вот, ничего нет нового под солнцем, все тоже, и, но невеста будет привозить сонное, невеста, чем отличается, да, блудница, что невеста, как написано у Павла, помните, да, что соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом, написано, вот, это невеста, это невеста, когда, как в той песне поется, В сердце только ты один живешь, Мой родной и самый драгоценный, Знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, Господин и Царь над всей вселенной, Господин и Царь над всей вселенной, только, только ты один для меня и не другого, только, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. И Церковь Божья в этом порыве, вот эта любви, она вызывает в конце Библии, ну, Библия, в середине много гадостей всякой, а вот в конце очень хорошо все, вообще прекрасно, там говорится, и дух, и невеста одно и то же, гряди Господи Иисусе, и все эти гадости, все эти пакости, все забудутся, потому что все проблемы, описанные в Писании, много чего, надо больше, очень хорошо описывается в Писании, о Церкви, но будет победа Господня, слава Богу. Еще вопрос, Легивы, а то я говорю о том, что, как же, ну, вы говорили, что, есть людей, или без, и духом нехристианных, как так может быть, а людей и подобные? Извиняюсь, для Писатников это больная мозоль, да, точно. Ну, не, но я встречал, допустим, вот классический пример, я общался с правоставными, которые крещены Духом Святым, вот, для вас будет понятный пример такой, значит, и женщина, которая в Лавре, она там активная прихожанка, она на этих мощах, и она, значит, ко мне подошла вначале, чтобы меня к вам, значит, поставили, ты можешь, что это, ну, короче, какой-то умерший, там, поставил ее ко мне, ну, ладно, вот, и она там на языках стал молиться, вот, я тоже, крещеные думают, с этим говорить, я тоже молюсь, не на языках, вот, для меня была проверка простая, очень, ну, кто не любит Господа, Иисуса Христа, ну, просто, человек находится еще под анаферой, под проклятием еще, если человек, не рожден свыше, в протестантском мире сложнее, потому что хрестоматично, вроде как, куда ни гляньте, все рождены свыше, но все гораздо сложнее, потому что умственное согласие с доктриной не означает автоматически духовное перерождение человека, понимаете ли, и даже исповедание устами этой умственной доктрины не является фактом рождения свыше, вот, он глубоко убежден, и это и из описания, и из жизни, это причем, реально, потому что здесь, кроме умственного согласия, решения этого даже, признать Иисуса Христа своим Господом, Спасителем лично, вот, это важно пережить свою жизнь, и действительно, то, что называется сердцем, то, что называется, ну, всем человеческим батием, и среди протестантов много встречал людей, которые общаются с бесами напрямую, ну, я не хочу называть имена сейчас, ну, даже большие пасторы, служители известные, вот, с кем имел честь за эти годы так познакомиться, или несчастье, познакомиться, но, как бы, разные ситуации были, вот, и, спустя годы знакомств, я уже делаю вывод, что человек еще, ну, духовно, на самом деле, он молится на языках, и через него, там, сотни и тысячи людей спасаются, вроде как, там, крестятся духом сутым, вот, значит, и прочие, и прочие, там, сотни церквей уже, даже некоторые, начинали, вот, через их служение начиналось, и начинаются, но сами люди находятся в конкретном общении с бесами, через мамону, через скрытое, ну, поклонство, через, ну, некоторые другие вещи, будем договорить, то есть, человек, любой человек, неважно, какой он конфессии, динаминации, рождение свыше должно произойти, и общение с духом сутым должно произойти для верующего человека, если нет этого, то беда, кстати, один из протестантов, кто об этом, я сам удивился, честно говоря, что эту тему стал поднимать, был Шевченко Александров, в Сакраме, где-то так бывал, вот, значит, то один раз он меня привез на кладбище, как раз, ну, не на кладбище, а на кладбище, остановились там, он говорит, вот это вот здесь, кладбище Славянское, ну, Славянское называется, вот, и там, вот, эмиграция началась решиться, вот, значит, и там много молодежи, ребята, девчата, вот, и он сказал интересную мне фразу такую, меня она вообще заинтересовала, он сказал, что вот это вот, во многом, вот то, что я вижу, на кладбище здесь, это иллюстрация нашей неправильной доктрины, вот, висят, иди-баптисты, наши родители, вот, протестанты, уезжая из Союза еще тогда, вот, они уехали с таким пониманием, что наши дети, они уже святы, вот, и вроде как им даже уже не нужно ничего, они уже возрождены, вроде, с малых, но те они верующие, с малокоматери, они уже христиане, как бы, и, как будто это какая-то болезнь, которая по наследству передается, знаете ли, на самом деле, это все большая была удобия, и, вот, Шевченко, один из тех протестантов, кто, для меня первого, как раз, стал открывать, смотри, вот, вот, ты говоришь, ну, у вас в православном своих проблем, но у нас не меньше, вот, смотри, вот, многие дети, они уже здесь, уже в свободном мире, все стало ясно, что, ну, когда свободный мир, то, вот, тогда, значит, все, что внутри человека, оно все наружу выходит, рано или поздно, быстрее, чем в закрытом мире, будем так говорить, поэтому религиозный мир, политический мир, закрытые миры, они в чем-то способствуют, как бы, консервации душ, какой-то определенной, и человек может всю жизнь быть в религиозном, замкнутом пространстве таком, или политическом, допустим, тирании, при тирании жить, и думать, что, как бы, он моральный, и все хорошо, как бы, и прочее, прочее, не привлекался, не замешан, и прочее, но без, но, оказываясь в свободном пространстве, религиозном, политическом, все, что внутри, оно все наружу выходит сразу, вот, в человеке, и стало ясно, он сказал мне, что, большинство из, нас, на самом деле, были такими же грешниками, не только христианцами, не только религиозными, вот, и, там, кстати, у них хаоса Брэд, один брат подошел, мы общались, он рассказывал, интересную речь, такую, что, я как вырос, в песятнической семье, значит, его родители были песятники, дедушки, бабушки, баптисты были, получается, да, они переехали, даже ебископы были в братство, значит, ну, тогда, при союзе было одно вратство, баптисты, песятники были, вот одно вратство было, и, значит, и оказавшись уже при союзе, еще в Америке, он, значит, ну, вырос в церкви, понятное дело, вот, и все, у него было, как бы, весь набор, для спокойствия и совести, вот, значит, он и выходил, как-то, говорил слова покаяния, он и в отеке был крещен, и, значит, молился на языках, но, вот, уже, находясь в служении, был дьяконом, и, вот, и один из служителей, там, большой, тут личной церкви, не буду называть, чтобы не опозорились, я у них был, и понял, что многие там братья, тоже, еще люди, не возрожденные, хотя уже в служении, все же, фактически, вот, и он осознал, ярко осознал, что, Иисус Христос, мой личный Господь и Спаситель, что без Него, я просто отчаянно грешник погибающий, все, осознал, и слава Богу, у Него это произошло чудо, вот, это духовное возрождение, Чарльз Пейджин, он это говорил очень хорошо, что у Бога нет, да, внуков у Него, дети, дети, и дети, рожденные им, не отхотение мужа, да, не отхотение там конфессии, динаминации, там, религии, там, евангелистов, крессионеров, отхотение Бога рождаются свыше люди, вот, и, Чарльз Пейджин очень хорошо это подметил, конфликт, на стыке двух царств рождается душа, вот, царство тьмы, царство света, и чем сильнее контраст, тем сильнее взрыв происходит, и, то есть, чем больше человек, реально, осознание греха, осознание того, что он погибающий, ему нужен Спаситель, ему нужен Господь, что Бог святый, я грешник, и вот на этом контрасте, чем сильнее контраст, осознание понимания, тем быстрее рождается человек, а то бывает, если и тот царство недопонимает, и в котором находится недопонимает, и вот, рождается, и рождается, и не может родиться, и летально рождается, и непонятно вообще, ни жив, ни мертв пациент, значит, вроде как бы, а бывает, что родился, а в таких камерах живет только лишь, потому что, убери эту камеру религиозную сейчас, убери, допустим, да, скорлупу, там, писякническую, харизматическую, бактистскую, адвентистскую, какую еще вот, и все, и большинство членов этой церкви просто, ну, покинут, они без этой камеры не могут жить просто, они не жизнеспособны, вот, или как жертва аборта, или как жертва, ну, раннего рождения, вот, и это большая беда, потому что, рожденный свыше, он не грешит, потому что, не потому что он в камере, какой-то конфессия, конфессия, потому что он, в нем Христос, вот, и без осознания греха, Простителе своем, Господе своем, понимание, что без него ничто, и завод меня никак. Без этого нет духовного жизнеспособного рождения, жизненного рождения, на самом деле, истинного. Это можно знать по словам, когда в духове рожденный, но еще не вышешено. Ну да, и сейчас он очень популярный тем, к сожалению. Даже больше, чем от рожденных. Но ничего нет, не расстраивайтесь, родитесь. Вот, главное, понимаете ли, главное, скажу, Иисус Господь, все, вот, знаете, держите, вздирайте на Христа, не смотрите по сторонам, вот, потому что смотреть по сторонам, это погибель вообще. Вот, и идти за Христом, и идти за Ним. И самое великое таинство, для нас верующих, это Христос в нас, все. Других таинств, по сути, хотя их могут быть тысячи, это все, и его да, вообще. Вот это самое основное таинство. Христос в нас, проповедание славы. Когда Иисус родился, помните, да, как прозвучало пророчество, исполнившееся, у Матфея записано, Эммануэль, да, Эммануин в русском звучании, это Эммануэль, Эмбог, Эмману, буквально съеденный, выбитый нами, частью нас ставший. Хотя, сендальные переводчики, и многие другие переводчики, в принципе, переводят Эмману как «с нами», Бог, находящийся, да, как бы, с нами, и в украинском корректе, и в других переводах, в английском мы говорим, там, «с нами». Но Эмману, если «с нами» говорить, то это другое слово еврейское, оно пишется похоже, звучит похоже, но, ну, другое значение совсем, это Этану, Этануэль, поэтому даже по номерам стронгов, посмотрите, Этануэль, это «с нами» Бог, по-другому никак не переведешь это. А Эмману, это частью нас ставший, а мы частью его ставшие, это Бог, который внутри нас сущий, Бог, это совсем другое, хотя Эмману можно перевести как «с нами», но совсем по-другому. Вот, вода, которая в бутылочке, да, вот, джерельная, слава Богу, вот так, вот, по отношению к ней я могу только одно сказать, что это Этануэль, Маим, Маим, вода Маим, Маим, наверное, Маим, Этануэль, Маим, вода, которая рядом со мной. Но, когда я пью ее, ваше здоровье, да, все, вот, я пью ее, она частью меня становится, она сейчас проистекает по мне, очень приятное ощущение. И вот, вода, она частью меня, а я частью воды доставлюсь. Мы вместе, и чем дальше, тем больше процесса, он, его не остановить, он продолжается, продолжается процесс. И он доходит до, потом, со временем, ну, по всему телу моему, куда нужно, вода доставляется. И вот этот процесс можно писать, Эмман, Маим, вода, которая частью меня стала, а я частью ее стала. Иисус говорил кушать его и пить его, не в буквальном смысле, хотя многие понимают, что идет речь о хрена-голомлении, но можно и так понять, но это очень примитивное представление о том, что должно произойти на самом деле. Можно всю жизнь причастием принимать, запить все, значит, но так и не кушать его, и не пить его на самом деле. Вот, и хороший пример еще, вот, хороший пример, чтобы было понятнее, под занавес, знаете, какой пример, скажу. Иисус, когда уходил, вот, когда пришел, когда было шикарно, но ушел еще лучше вообще, очень красиво. Значит, и вот перед тем, как уйти ему, он сказал, что идите по всем народам, да, обращайте, делайте учениками их, все народы. И, дальше я сказал, и крестящих, да, во имя Отца, Сына, Святаго Духа, крещение, баптизо, баптизо. В современном греческом языке многие понимают это как вводное крещение, да, но опять-таки это очень примитивное понимание. На самом деле это не христианское понимание. Это, как бы, одно из возможных толкований, как бы, и, ну, довольно примитивное. Там, ну, однозначно, по контексту Библии, там не о вводном крещении говорится, однозначно. Так скажу. Кто объясняет это как вводное крещение, тот ничего не понимает вообще о тексте библии, о грейском. Ну, не в обиду будет сказано хорошим учителям, многие учителя так учат, и сейчас многие уважаемые люди так делают. Просто не зная ни еврейского контекста, ни греческого текста, ни языка, не зная. Дело в том, что баптизо в современном греческом языке, любой словарь, скачать их можно всяких словарей, там, и старого греческого, и нового греческого языка. Легко проверяется. Значит, ну, просто не хватает инициативы, что ли, какой-то в христианстве. Вот, и, значит, баптизу в современном греческом языке означает погружение, ну, в смысле, окунание. Действительно, и вот с точки зрения современного греческого, вот такого, ну, народного, да, это окунуться, это креститься. Ну, и как бы, и что? Дело в том, что баптизу во времена написания Нового Завета или Твила на еврейском, ну, вот, практики в Израиле, Твилы, погружение, это совсем другое. Это означало погрузиться, там и остаться, и полностью раствориться, и пропитаться всем этим, во что-то погружено. Но баптизу, оно это и означало. Вот, и до Иисуса Христа, лет за 300, до нашей эры, и после уже Иисуса, лет 500, не меньше, это слово использовалось совсем в другом смысле, не как в современном греческом языке, упрощенном. Значит, и чаще всего, для чего использовалось баптизу? Для описания прокраски тканей и соленья пруцов. Представляете? Потому что Новый Завет написан на языке о каком величественном наличии? Койе, да? Койе. Или койе пишут, койе, койе произносится. Вот этот язык ремесленников, торговцев, христиан, это такой рабочий христианский греческий язык. Это не язык там Сократа, Аристотеля, Пифагора, это не язык философов, мудрецов, нет, нет. Тот язык вообще очень сложный. Нет, Новый Завет написан на языке рабочих христианского класса. На языке торговцев, ремесленников, христиан. И вот поэтому использовалось описание, допустим, соленья огурцов. Что такое баптистский огурец в то время? Баптизон. Это огурец, который прошел полностью просолку и имеет соль не просто на шкульке, а в себе имеет соль. Он полностью пропитался и по вкусу, и по запаху, и по свету он отличается от своей сородичьей проглядки всем. Он совсем другой, он соленый. Малосол греки не называли баптистским огурцом. Малосол – это не баптизм. Хотя малосол имеет гастрономический свой прелесть, да? Сочетание свежего и, ну, ни рыбы, ни мяса. И не соленое, и не свежее. Так, усырение что-то такое. Вот такое состояние, ни бога свечка, ни черного черка, вот как говорят на роде. Вот греки не называли баптизу, а баптизу называли огурец по прошедшей полностью просолку. Поэтому, когда Господь говорит, баптизу совершите во имя Отца и Сына и Святаго Духа, имеется в виду погрузиться в сущность Отца, Сына и Святого Духа и пропитаться им. Он в тебе, а ты в нем. Сущностью Отца, Сына сущностью, сущностью Духа Святаго. Крещение во имя Иисуса Христа. Очень из-за антисметизма, из-за многих других проблем в христианстве до сих пор порой спорят, как крестик погружать нужно. С волшебной формулировкой во имя Отца и Сына и Святого Духа. Или с другой волшебной формулировкой во имя Иисуса Христа произнося, допустим. Спорят до хреботы. И те, и другие неправы вообще. Я вынужден разучаривать Господь. И тех, и тех. Хотя, для верности, я лично крещу и все сразу произношу. Чтобы не было сомнений никаких вообще у крещаемых. Ну, чтобы предохранить от всяких распорей братьев, я говорю, крещается рабожий такой-то или такая-то во имя Иисуса Христа. А при погружении говорю, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот, погружаем. Я люблю крестить, хотя это не мое призвание, но люблю без случая погружать людей очень. Это и весело, и здорово, и классно. И вообще, это как бы, знаете, все-таки обещание-то звучит в доброй совести. Да. Значит, и был, значит, в Киеве там на общение, там был по ночке Михаил Степанович, другие братья были. Ну, серьезные такие, серьезные такие братья. Пожилые такие, епископы. И, ну, я там попал так случайно. И, значит, как Чарас Педжин говорит, его величество случая – это псевдоним его величества Господа Бога. Когда Бог напрямую не работает под своим именем, он работает под другим псевдонимом своим. И вот оказался более случайно там. И там Михаил Степановичу там жалуется один из епископов. Ну, вот, братья, вот так вот так вот. С прошлого крещения была жалоба. Целую группу христиан не накрестили. Как не накрестили? А вот так вот там крестили, но как-то не накрестили. А как? Погружали, вроде Богу, погружали, но хохолки сухие у всех. И там какая-то женщина старая, там, значит, сосут или сосут, не знаю, как это назвать, как они по-разному произносят. Она сказала, вот вас не накрестили, вот все греховные мысли, короче, остались бы сухие. Ну, кто-то мимо ушей пропустил, ну, как бы, старость и радость, ну, а у кого-то истинника, чуть ли не снова погружаясь, как-то из белого, значит, понимаете ли, вот. А другой, с белоседкой, что ли, кто-то там был из братьев, говорил, значит, а у нас, наоборот, говорит, перекрестили, а как перекрестили? А там брат этот, пасту, там крестил, он какой-то культурист, как будто там, короче, воды много, и он там погружает и молится еще, там уже с бульбашками уже, ну, уже истинники, достает сестер, который, как-то, что, из воды, а-а-а, вот не получили страшное вино, и гостинику, молодцы. Ну, Михаил Степанович, я говорю, ну, ничего, если не такая, не сдокаиваются под водой. Вот, а сам на меня отлично, я говорю, а как у вас православие, ну, реформатовский, я говорю, ну, Михаил Степанович, у вас все гораздо проще, мы, ну, три раза погружаем, уже как раз, точно уже подвод будет человек. Вот, но, а вообще, если так, по совести говоря, то, действительно, товарищи, я говорю, че, погружаемся в Бога и просадиваемся им. И вот я, как на служении, так говорю, первая запись, я говорю, ца какая? Не дергайся. Вот, не дергайся. Попал, не дергайся, все, пропитывайся им, пропитывайся Богом. Ну, позволь ему пропитать тебя, и он пропитывается тобою, вот, ты пропитываешься им. Это самое прекрасное, что может быть во вселенной. Бога-человечество, Бога-человечество, церковь Бога-живого, это есть как раз живая церковь, живого Бога. А все остальное так, подделки, более или менее хорошие, но не то. Есть еще вопросы? Да, извиняюсь, уже разрешаем, да. Как правослужения находятся? Ой, по-разному, я даже сам не знаю, честно говоря. Я, 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 я буду вам это, я буду говорить так. Стараемся импровизировать. Канонов нету таких вот, ищем, ищем. Я вот, даже вот, Кифидал там это показал, литургия, допустим, да. Ну, литургия, право, обычная православная литургия. Какова я, его католикой служит соберег, греческий, да. Вот, и, значит, литургия красивая очень, православная. Просто насыщена этим многобожием, доллопоконством всяким. Вот, ну, если убрать молитвы, там, в Богородице к святым, а вот, ну, сам костяк оставить, оставить, там прекрасная молитва есть. Поэтому используем православные мы, это стопение, и евангельские. С этого сборника, кстати, вот, Михаил Степанович сам привез, там, благословен, как пару пальчиков, тех, кто? Песнь Возрождения. Песнь Возрождения и Псалмоз Пива. Вот, панёв, украинские песни, на русском языке, короче, так, панёв. А у нас арендованное помещение, вообще, храма своего нет в Киеве, если брать. Вот, поэтому, да и в других местах тоже арендуем, что можем. Поэтому, вот, что есть, то есть. А вообще служение, я расцениваю, что должны быть различные. Я против единообразия. Так, мы присы. Да. Ещё вопросы есть какие-то. Как мне проводить вождение? По-разному. Сейчас я в поездке, да. Вот. В поездке, не знаю, как-то, раньше себя проще чувствовал в поездке, честно говоря. Сейчас как-то, не знаю, может, с возрастом как-то, хотя бы не ставлю, но как-то ощущаю по-другому себя. Как-то спокойнее, когда на месте, когда не в поездках. И если дома, обычно я рано ложусь, рано встаю, вот. И общение с Господом, у меня по-всякому бывает, по-разному. Вот. Слово молитва, хорошее, но проще общение с Богом. Слово Божье. Опять-таки, не только то, что написано в Библии, а то, что Бог говорит тебе сегодня, сейчас. Это, возможно, из Библии, возможно, из уст разных людей. Вот недавно получил, там, у меня друзей много в Израиле. По папе я еврей, по маме татарин. У меня и того, и другого много всего. И татарского, и мусульманского, и иудейского, и о самых местах и православных. Короче, тоже я не знаю. Вот. Но самое главное, Дитёк Божье, это самое основное. И, значит, много друзей, которые в Израиле, и там с Израилем написали, как раз, происшествие такое было. Вот, описала сестра одна, правда, передала мне, значит, там, собака. И там кошка была бездомная какая-то, и у нее котятки там лежали. Вот, ну, уже такие, уже чуть постарше, подроски чуть-чуть. Вот, и собака какая-то такая бойцовская, большая такая. И она бросилась, и явно, ну, котят она убила бы просто-просто вообще. Вот, и на глазах у этой сестры, она потом не могла прийти себя долго, значит, кошка, вот. А кошка такая страшная, какая-то, ну, такая, знаете, бывает, такие красивые, фотогеничные. Это вообще не фотогеничные, такая, такая, ни вида, ни величия вообще. Но как бросилась на эту собаку, короче, и всеми когтями, что были у нее, там, значит, все, возилась в бойцовскую собаку. Ну, собака, конечно, эта кошка там убила, вот, знаете ли, но она вся в крови собака убежала, ей было не до котят. То есть кошка спасла цену своей жизни, из своих этих котят. Я читаю, я перечитываю, плачу, перечитываю снова, молюсь, и для меня это было равней. Вот, Словом Божьим, вот, понимаете ли, да, вот. И эта кошка о любви больше знала, о Боге больше знала, чем о многих богословах, в лесах много замов, теории о нем. Потому что она знала о Создателе своем гораздо больше. Понимаете ли, делаю, ну, вот, жизнь такая штука. Сколько лет уже у вас церквей? Я вообще не пастырствую, уже давно уже не пастырствую. У нас сейчас 11 церквей будет, так сказать, вот, в Украине, Белоруссии, Грузии, в России, ну, в России без регистрации существуем так, к сожалению, сейчас условия там. В Украине-то свободно сейчас, к сожалению, в России сейчас все тяжелее. Но в России не прижимают, по закону вернули. Прижимают, и арестовывают постоянно, судят, один раз, правда, судили, до суда один раз, когда дошло, заводят дела уголовные. Ну, и всячески фиксируют, короче. То есть сейчас криминальное дело и 6 лет. Да, сейчас 6 лет, да, это уже не... Заинстерилизм, да? Да. Поэтому, возможно, придется мне возвращаться снова в Украину. Потому что... Ну, в тюрьме тоже неплохо, конечно, по-своему. Своих семей, без стерилизм. Нет, надо кому-то там тоже проповедать, Слово Божие, это 100%. Но, если Бог призовет, я пойду. Я это следователь не сказал. Я подписки о невыезде не давал никакие, ничего там, нет запретов мне на выезд, на въезд, там, пожалуйста. Вот, но, значит, я сказал следователю, если даже там 6 лет, там, по полной, как требует епархия, значит, там местная православная, московская поддержка, они от меня злые все время. Вот, значит, то, значит, я говорю, я и там буду проповедовать. То же, что я и на поле проповедую. Я протестировал этому следователю, кстати, следователю с Украины, но он вообще был весь вне себя, когда узнал, что это, ну, он узнал раньше, просто, когда я это огласил, что Путин антипист. И, я говорю, я это могу по описанию доказать, значит, я могу исторически это показать, абсолютно. Он весь, как он был вообще, короче, конту нащупал. Это еще помимо 6 лет. Это уже другая статья. Наш генерал зашел, ну, там женщина генерала была, у них там следователь, следственный комитет. И даже удостоился я после этого посещения генерала, короче, чтобы удостовериться. То ли я имел в виду, что я сказал, я говорю, да, я не отрицаю свои слова, я говорю, то ли я имел в виду, я абсолютно, ну, я, когда говорю, я именно это имел в виду, я не имею в виду, я не имею в виду, что-то аллегорию и насказание. Я вам не сказка раздует, проявляю, я не партию говорю. Вот, и, ну, отпустили меня с миром даже без партиста.